Привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут Артур мы продолжаем проходить Alan Wake последней серии мы бродили по лесу все пытались из него выбраться этим мы сейчас и будем заниматься я даже уже затрудняюсь сказать что именно мы тут делаем но по идее мы должны были встретиться с похитителем но все пошло не так теперь нам нужно просто выбраться просто выбраться отсюда могу сказать что это совсем не просто том 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 cv и т.з. тома зейн и как там я скучаю по тебе том поговори со мной на телевизоре том том у кого-то крыши их так секунду так продолжаем короче у кого тут крыш стекла похоже капитально это ты написал так это все прикрою а вот вот лестнице понятно что-то не внушает мне это все доверие надо сказать ну да куда куда мы денемся выбор у нас только один либо идти вперед твою мать и быть и вперед либо погибнуть на месте тупо сдаться это же не наш метод верно так хорошо ох твою мать отлично блин да сколько вас тут елы пала так сигналка выручай а сверху еще а я не понял она давайте давайте по одному Вы оттуда не полезете. Так, держите подарок. Бесплатно. Что ж ты не сдохнешь-то, а? Так, внизу еще один тяжелый остался. Вот ты. Фу. Вот это было опасно. Ну ничего. Да блин, еще. Ладно. Что там блестит у нас? Что-то блестит. Я тут был вообще, нет? Если я был, я что, прощелкал это? Лить его батарейки. Пойдет? Щелкать плюну в данной игре нельзя. Она довольно-таки сложная. Ошибок, как правило, не прощает. Ну я хорошо поступил, что я сразу ломанулся на лестницу. Меня, конечно, чуть не убили. Но, по крайней мере, занял тактически выгодную позицию. А твою мать. Да, вот с прыжками в данной игре мне, честно говоря, не очень нравится, как поработали. Прыгать здесь неудобно. Ну да ладно. Все равно, ведь комменту кто-нибудь напишет, что это я виноват. Ну, может быть. Может быть. Так, ладно. Контрольная точка. Это хорошо. Куда идти? Маркер показывает куда-то сюда. А, вот спуск. Так, по патронам уже все довольно-таки печально. Еще надо на такую стычку. Куда-то я уже подхожу. Есть ощущения. Ну уж, пора подходить. Я сколько уже серий тут кручусь. Уэйк просыпается в доме. Я пытался удержать Элис, но она растаяла. Я терял контроль над собой. На месте Элис стоял доктор Хартман. Я хотел ударить его, но руки меня не слушались. Хартман улыбался. То была одобряющая улыбка, и за это я ненавидел его еще сильнее. Мне пришлось дать вам успокоительное. Не сопротивляйтесь его действию. У вас случился очередной приступ. Сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. С некоторых пор вы являетесь пациентом моей клиники. Ой, уже язык заплетается. Какая-то серия за сегодня. Седьмую, по-моему, записываю уже подряд. Пора заканчивать. А то что-то язык уже вот так вот. Не ворочается особо. Леди? Ах, вы сволочь. Твою мать, да что там вообще происходит? Твою мать, да что там происходит? Твою мать. Твою мать. Офигеть. Башкой вниз такой высоты и живой? Да вы шутите. Хотя шарахнуло хорошо. Так завершается очередной эпизод. Мне тут товарищи говорили, что делай серию по одному эпизоду. Я уже четвертую серию этот эпизод играю, только он заканчивается. Так что, ребята, не вариант. Так, ну давайте дальше. Времени у нас еще полно. Я хранен по правилам. Шериф, Виггс рвется. Я даю шанс. Ты серьезно рассказываешь, что этот писатель просто убил моих депутатов? Триллер, я, по-моему, написал, говорит о том, что происходит. Генера истории, кажется, меняет. Как вы видите, никакой жены, оказывается, у них не было. Они просто хотели, чтобы я написал для них рассказ. Шантажировали. Я не знаю. Алис. И вот ты. Хартман, я уехал. Я тебе даю себе заболевание. Не бороться. Я... Ты прошла еще разными периодами. Что? Сейчас, очень важно, чтобы ты не остался. Мы не хотим, чтобы ты еще раз. Ты пациент в моем клинике. Я уже был. Насколько лет назад... ...смех от твоей смерти... ...смех от психологии... Нет, ты... ты льешь... ...смех от различных симптомов... ...схитзофрения... Бастер... ...смех... ...смех... ...отлично... ...я в дурке... ...давайте посчитаем... ...в скольки играх я уже был в дурке... ...блин, я даже... ...затрудняюсь сказать... ...первое, что приходит на ОМ, это... ...зов к туху... ...дом кошмаров... ...то полно таких игр, короче говоря... ...карма такая, похоже... ...карма такая, похоже... ...да... ...все, я вижу, что ты принесла твою петку-кариллу с тобой... ...так, конечно, я в порядке... ...это я получил месседжение... ...как, правильно... ...это дух... ...ты очень мертвы... ...элен... ...смех... ...это я понимаю... ...мень раздевается, да? ...интересно, как он купается? В одежде? ... Мы в частной клинике. Хорошо, не вопрос. Вообще, конечно, тут очень красиво и уютно, если не брать во внимание, что это дурка. Нет. Нет. Ты в состоянии очень болезненной, пока ты понимаешь и принимаешь это. Алис умерла. И ты не могла об этом. Ты страдаешь от халлюцинаций. Делуси параноидные. Необычного думания. Обсессия о свет и текущей. С чувством, что все зависит вокруг тебя, твои думы и мечты. Твоя дума построила элаборатый фантазий сценарий, в котором твои книги влияют реальность. Она была убедена, и супернатурные силы с текущей пытаются тебя остановить. Ох уж эти психиатры. Я не готов был для другой удар. Так что я иду с этим. Он должен был ловить. Но, под влиянием драга, который мне дал, я должен бороться, чтобы не верить его словами. Это все в твоей голове. Ты делаешь это. Среди того трагического улучшения с твоей женой, никто не был убеден. Твои думания – это просто манифестация твоего сознания, пытаясь защитить тебя от твоего болезненного права. Несколько у меня в фантазии, она вернется. Один из главных психиатров республики. У нас с ней тяжело было разговаривать. Все в духе, что ты хочешь поговорить об этом. Ну, типа такого. Работа накладывает, конечно, отпечаток. Ладно, пусть говорят. Блин, ну смотрите какой вид. Тут же прекрасно, по-моему. Просто… Я бы тут отдохнул. Ну, конечно, не в психушке, повторюсь, но, блин, просто какая природа офигенная. Так, ну и что, куда ты меня ведешь? Часы. Чего-то ветерок поднялся. Да. 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 Продолжение следует. Да. Да. Мне одному его придушить охота. Чего он лечит, а? Ха-ха-ха. Не меня одного. Открывай давай. Устобрех. Ха-ха-ха-ха. Субтитры делал DimaTorzok 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 Хе-хе-хе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Вдох в вашей комнате и попробуй писать. Это действительно для лучших. Не думаешь? Я люблю его башни, с головой. О, он любил собрать наши секреты, но он не имеет ни одного знания. Он не достаточно ловит. Не ловит, как у нас, Санни! Тебе ловит, Санни! Кто еще может понимать мир, когда это вот так? Это нужно ловить, чтобы понимать ловить! Это самое главное, что я слышал в некоторое время. Санни! Ты все хорошо, Том? Мы любим его, не мы, брат? Он должен идти на фарм. Фарм Андерсон! ВАЛХАЛА! Мы все написали, чтобы мы не забыли. Ух, ух! 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 Такие дела. Это про этот молот, похоже, говорили. Так, давайте сначала почитаем. Помощник и рукопись Томаса Зейна. Зейн ощущал, как рождаются стихи, обретая форму, изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и, казалось, почти что чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Это порождало в нем ликование, но в то же время и страх. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он давно бы бросил это дело. Однако, Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. Играет. Возвращая фантазия. Я уверен, что он был ломать за мной. О том, что все. Солом или нет, Андерсенцы сделали больше смысла. Том, есть ли вы что-то на тебя? Да, ээээ... Нет. Извините, ребята. Мы у нас сочиняющие специальные вещи на фарм. Наши собственные формулы. Городные ингредиенты. Медицина! Они снимают hat, вы 어떻게 помените, как... Монбеумы... На головке. Аааааа! Учара подсадок в формулах? Это не очень рок-н-ролл. Том просто потерял все. Баба Yaga... Учара. Она нам всех использовала. Болгар enchки на всех нас. Увела мою звуку. И мои реваны. Что это было? Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха! Хо-ха-ха-ха! Че происходит? Там, похоже, все-таки один из этих братьев нашел натуральный молоток и долбанул он медсестру. Хартман, явно гордившись этим местом, говорил безумолку. Он провел для Барри настоящую экскурсию, долго рассказывал о своих охотничьих трофеях. Барри был впечатлен, но все-таки перешел, где пришел к делу. Но все-таки он пришел по делу. Че такое? Барри повысил голос, прерывая монолог. Послушайте, Хартман, а где Эл? Раздраженный вмешательством, Хартман остановился посередине предложения. Он кивнул Верзиле, стоящему в ожидании приказаний. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу тяжелой рукой. У Барри, похоже, какие-то тоже проблемы. Молотком и шарахнул. Точно смотреть. Я должен приехать в офисе Хартмэн. Он взял все мои книжки. Это время, чтобы меня держать. Так, ну вот здесь у нас административное вроде как крыло. Психопаты не такие уж и безопасные. Это что за рисунки? Рисунки, конечно, жутковатые. Мот подводит Хартман. Хартман был недовольный. Мот видел это в его глазах. Сам он тут же, тут же опустил взгляд. Он все испортил и знал об этом. Сыт поражения был невыносим. Мот не думал, что Уэйк попросит его срочки и ляпнул два дня. Меньше, чем просил Уэйк, чтобы показать, кто здесь главный. Планы Хартмана это не входило. Подожди. Так это Хартман нанял Мотта? Вот же скотина. Сейчас, миссия Уэйк, можете мне рассказать о проблемах Алены Алены? Он все время и больше не в контроле. В партии, он все время встает, он все время встает, он все время встает, он... Ты имеешь в виду с тобой? Нет, не с мной. Нет, никогда. Я... Иногда, я почти надеюсь, что Алены встает на меня, потому что, в least, это приводит к конкурсации, он не может просто проработать ему. Но нет. Он просто... Алены не спит. И работа... Ну, он не пишет. В целом. Он сидит там за часы и просто становится больше и больше frustрирована. И я не могу поговорить с ним. Да. Скажи, миссия Уэйк, что ты бы сказал ему, если он слушал? Я не знаю. Я хочу сказать... Я смотрю на тебя, и это не ты. Это просто какой-то странный, который встает к тебе. Смотреться от твоих глазах. И я не люблю этого человека. И теперь все будет в hell. Но ты никогда не скажешь это. Нет. Нет. Я пытаюсь, но... Он не слушает. Он слишком глубокий в своих проблемах. Он всегда говорит о том, что-то еще. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. И мы не говорим еще. Он не позволяет мне вставить. Он просто держит меня в тюрьму. Я так сломанно здесь. Даже когда он будет дома. Пожалуйста, помоги, доктор. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Так, ну что мы имеем. Похоже, что отнюдь не случайно Элис вместе с Аланом приехал сюда поддыхать, скажем так. На самом деле их сюда заманил Хартман, потому что у него появился свой дьявольский план. Пока что я не сложил точно в голове все, что тут происходит. Но судя по всему, каким-то образом он хотел заполучить, заставить Алана начать работать над какой-то новой рукописью и заполучить в итоге рукопись себе каким-то шантажом через Мотта или как. Но в итоге все пошло не по плану. Как видите, вмешалась непонятная темная сущность. Как бы там ни было, за развитием событий мы будем следить в следующих сериях. Я думаю, на пока что мы покончим. В принципе, на пока что это все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok